Правильно ли понимание, что милость, правопады, тоже получаем по парампоре, а не напрямую? Что значит напрямую? Парампора есть напрямую. Что за образование у преданных? Вот вроде Бхагишастры проходят. То есть по парампоре по кривой, значит, получается. Что за менталитет? Откуда такие мысли? Как может парампора искажать что-то? Парампора усиливает это все. Именно представляет это все. Без парампоры этот плод не дойдет в принципе сюда. Это плод манго, говорится. Если вы сбросите без парампоры с дерева, получите месиво. Если даже в руки поймаете, поймаете уже не плод. А месиво поймаете. Не будет никакого плода. Он нежный, нектарный, все потеряете. Парампора передает это послание из руки в руки, бережно. Как вы так мыслите? Если вы привязаны к парампаде, это милость парампоры. Не забывайте об этом. Я привязался к парампаде, значит, парампора больше не имеет ценности. Что за менталитет? Это все мои ватские мысли. Это есть милость парампоры. Вот тут вся парампора. Вот я привязался к парампаде. Милость Кришны, милость парампоры. Пойте эту гуру парампору. Есть же баджан в песеннике. Начиная от Брамы и до Парампады. Вся парампора. Можно петь ее. Пойте, изучайте, слушайте это. Имена предшествующих ачарьев, экстаз. Свобода живого существа уводит его из духовного мира. Может ли оно отказаться от этой свободы? Зачем отказываться от свободы? Да, опять-таки те же вопросы, как бы, больше умственные. Вас беспокоит ум. Неотрегулированная жизнь ваша. Вот в чем причина этих вопросов. Плохая садана. Не очень хорошая садана. Вот вы измышляете, потому что не удовлетворены. И свобода отказаться, и от личности отказаться, и от парампоры отказаться. Слишком много всего. Уставшие преданные. Сомневающиеся преданные. Плохо отрегулированная жизнь. Вы не занимаетесь в своей природе. Вы искусственно находитеся в сознании Кришны. Вы превращаетесь в машину, которая просто выполняет какие-то правила предписания. Вы перестаете мыслить, потому что ваша природа не занята. Вы себя не знаете еще. Поэтому пишите такие записания. Вы несчастны в сознании Кришны, по сути дела, станете в таком направлении. Где ваша природа? Где ваш энтузиазм? Где ваш разум? Используйте его. Изучая книги Прабхупада, используйте себя, свою природу. Не просто сидите, думайте потом, что делать, что делать, что делать. Тут столько противоречий, столько тупиков, столько непонятного. Что делать, что делать, что делать. Чернышевский тоже говорил, что делать. До сих пор никто не знает, что делать. Вопрос до сих пор не решен. Но Кришна Бхага говорит и говорит, соответственно своей природой действует. Все ясно, что нужно делать. Но вы играете роль каких-то трансцендентных, отреченных искусственно. Многие так делают. Можете, можете, можете так делать. Тогда идите в монастырь и будьте счастливы там. Этим тоже может кто-то быть счастлив. Отречься от всего формально, жить в монастыре. Может быть, это же хорошо тоже. Если там счастье приносится. Если это ваша природа такова. И ваша решимость. Но если вы не такой человек, не делайте этих вещей. Искусственно. Сознание Кришны не искусственно. Оно настоящее. Загляните в себя, в свои настоящие способности, в настоящее желание. Используйте их. Свои способности, свои желания, свою раду, свою природу. И просто следите, чтобы это не противоречило шасте, настоянию правопады. Вот и все. Шасты корректируют. Но они не отнимают у вас вашу природу и ваш разум. Правопады не отнимают разум у нас, у своих учеников. Дает этот разум больше. Сохраните то, что вы имеете. Добавьте то, что не хватает. Вот Гита. Говорит о чем. А вы скованы какими-то внешними стереотипами. Вот отсюда этот вопрос. Отказаться от свободы. Кому это в голову придет, скажите? Это отказать от самоубийства. Раствориться в Брамане или где, что еще? Или быть просто рабом Кришны бездумным? Нет, Кришна дает нам полную свободу. И свобода – это центральная ось преданного служения, он говорит. Главная вещь. Ось, центральная ось. Почитайте у Бхага в этом. Правопады, он говорит. Именно свобода выбора ценнее всего, когда вы это выбираете. Придти к Кришне или не придти к Кришне – это свобода. Нам пришло время выбрать Кришну. Это очень ценная наша жизнь будет. Самая ценная жизнь будет. Шелоправа говорит, что мы идем по стопам Рупагасвами, мы Рупаноги. Правильно ли понимать, что именно это настроение мы должны поддерживать? Ну, мы это и поддерживаем. Рупага дал нам Рупагасвами, да, вот бактерия саморита синдром, например. Все остальное – это дух Рупагасвами. Так, наше время. И стекло. Что для вас самое главное в жизни? Не скажу, время стекло уже. Тут вы должны сами понимать эти какие-то вещи. Субтитры сделал DimaTorzok. Как вы можете сделать это? Да.